заходите то есть подсветочки здесь вот так вот здесь у нас значит так же отключи всякая мелочь культ здесь духи которые обозревала в прошлом видео можете посмотреть что еще я не показала например вот тут вот вешалка очень красивая вешалка я не знаю что еще они сказали просто прикольно что она такая типа открытая хотя на самом деле у нас здесь есть ниша где всякие куртки все основное все типа вверх обувь и так далее но просто здесь это как то что ты не открываешь не одеваешь а просто оно у тебя всегда под рукой что еще тоже эта штука здесь выглядит как родная на самом деле нет она просто смотрите как она идеально мочится с вот этой всей мебелью и с вот этой палочкой тоже хотя все вообще просто докупалась как само по себе вот ну что это для того чтобы когда ты приходишь зимой или осенью ты такой пришел снял свою обувь в слякоте в слякоте просто поставил и пошел жить своей жизнью чтобы не было сразу срачу что здесь на самом деле вот все эти полки все эти ниши все вот это все это все шкафы то есть все это очень даже хорошо грузится здесь у нас зеркала и шкафы тоже здесь вся моя одежда где-то тусовочек да здесь у нас тусовочная одежда сумки шапки какие-то там короче плащи ващи вообще все вот это вот так и здесь у нас идет развивка ну я думаю давайте начнем с этого а потом мы пойдем так же значит здесь по первому очень красиво сделано спасибо вот такой чудесный проект ремонт что двери все скрыты ну как бы что они в том скрасны типа здесь спальня очень прикольный вот этот круг я его называю круг он какой-то мне напоминает круг темная сила но такая хорошая темная сила она мне для спальни нужна вот здесь значит такие знания и света разные окна шторы кровать вот все в таком виде не знаю цветы везде вау здесь рабочий стол кресло естественно здесь не должно было стоять вот но оно здесь стоит потому что сейчас Новый год вы сейчас видите как все в зоне студии столовой все как бы на своих местах что кресло просто не будет так ну а так все компьютер которому раньше кто-то пользовался постоянно сейчас вообще нет так идем дальше теперь ванная комната мы готовы раз два три здесь тоже разные цветы можно включить так можно включить так вот и можно еще ну по ночам включается ночник в розетку чтобы когда ты заходил у тебя не было такого яркого света то есть даже такой он неприятный чтобы не просыпаться вот такая душевая кабина заплодишь можно вдвоем можно вдвоем можно вдвоем можно вдвоем как бы на вкус и цвет так сказать темная причем не стандартная не черная не белая а именно серая то есть все в тон все как бы в стиле как это называется есть кухонная кухонная гарнитур а есть ну унитаз короче а есть все что для туалета и вот все что для туалета оно серое но точно так же все эти полки тоже очень красиво выглядит очень прикольно и при этом оно тоже все используется у всего есть свое место ничего не торчит и так далее ну конечно кроме вот этого здесь просто полный пиздейшн я врал но давайте будем честными это практически у всех так и просто здесь не хватает места для того чтобы это все спрятать то есть ну и плюс неудобно ты же не будешь там умываться и это ну может быть и будешь но если это хотя бы у тебя вот здесь а если это вот здесь то это уже как бы неудобно но это квартира она не планировалась изначально для таких для таких масштабов ухода за собой поэтому ну как бы работаем с тем что есть да дальше будет лучше а из прикольного реально прикольного покажу почему Оля не прикольного тут как короче очень прикольно я раньше вообще на это не обращала внимания и думала что все это фигня и какая-то прихоть но на самом деле вот эта мусорка это реально толп во-первых она стильно выглядит а не пластмассовая знаете это как опасная вот ну и плюс ее как бы и не видно и она как какое-то дизайнерское решение при этом тебе не надо все время выходить на кухню выкидывать свои ватные диски так да точно так здесь естественно ну Алиса естественно потому что Алиса не надо молчи молчи Алиса стоп потому что куда без нее вот причем она и здесь и как бы в главной комнате вот ну что погнали туда все больше нечего покажу здесь у нас арт-объект арт-объект один из арт-объекта это Эспио башня из лего там уже кричит куриц но сейчас мы с ней подойдем сейчас быстренько покажем нашу нашу гардеробку такой комната-шкаф вот очень красиво сделан секси очень модно и так далее то есть все как бы открыто все всегда на своих местах все ровно мне еще очень нравится все складывать ммм короче чтоб все было ровненько сейчас это самый неровный вариант из тех что был вот то есть я люблю прям скручивать что там носки вот так лежали то есть ну у меня причем что такого раньше не было это у меня как-то с возрастом пришел с возрастом с моим 25-летним возрастом такое пришло что еще реально важно до стилю такой гардеробный вообще для любой на самом деле даже для шкафа я вам реально делаю совет чтобы все вешалки были одинакового цвета это какое-то залетное это не наше она сама сюда повесилась вот сама здесь повесилась короче вот как-то так да это что здесь лампа для всяких скидевок если не хватает света я не знаю как гладильная доска с утюгом от Мили и сушилка и да вот что прям чего прям жестко не хватает это сушильные короче комнаты где вот вся вот эта какашка лежать прачка да то есть не хватает прачки где будут сушиться вещи потому что как вы можете понять мы же не будем ставить сушилку где-то в середине или в каких-то красивых комнатах поэтому просто то есть когда вещи сушатся они сушатся здесь и ты заходишь такой типа так что мне надеть я надену пытаюсь ну короче это не смертельно это норм но просто это как на подумать и для опыта на следующий раз что же там итак продолжаем обозревать наше украшение для дома это просто но мне кажется что это настолько мило и красиво это прям это прям очень красиво прям очень очень нравится здесь у нас моя картина мы думали мы просто временно ее поставили на лестницу случайно чтобы взять и потом такие ой нифига наверное на этой лестнице стоит прикольно ничего более постоянного чем временно здесь у нас ну катилор вот эта вот вся фигня здесь мука крупы арахисовые пасты всякие боджи чия и всякая такая фигня макароны макароны и так далее так здесь у нас полочка всяких приправ я люблю когда все знаете такое в боксиках все я Вот, можете посмотреть. Я сейчас открою. Вот это пах. Сейчас я протру. Я вас протру, ребята, подождите. Приготовилась курочка на пару. И могу сказать, что я реально не верила. Я не верила в то, что курица на пару в духовке будет реально как курица на пару. И она будет мягкая, сочная. И прям как буженинка там на бутике. Типа и в холодном виде, и в горячем. Это просто божественно. Я когда попробовала, я год сопротивлялась. Недавно все-таки мне приготовили такую курицу. Я такая, я была неправа. Прости меня, прости мой душу грешно. Духовка АСКО. Плита тоже АСКО. Вообще есть большая плита в кладовке в гараже. Но так как на квартиру, короче, какое-то определенное количество киловатт электроэнергии, на большую не хватило, если брать все, что тут в этой квартире. Именно на... Короче, хватило только на маленькую. Так что бездатая просто лежит в гараже. Бантовый набор... Как это называется? Столовых приборов. Вот. Кристофель. 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 Я не знаю. Короче, все называются по-разному. В общем... Эрванс Гермен и так далее. Мы-то знаем уже, это мы лучше. Вот. Здесь у нас полка. Полка снюса. Полка реального оргазма, реального секса, понимаете? Что? Вот что людям надо. Например, на завтра у меня уже точный план сожрать хлопушки. Хлопушки? Подушечки. Шоколадная начинка. Я уже сплю и вижу, потому что я в основном ем один раз, но редко два, но в основном я ем один раз. И причем раньше ела один раз и обжиралась. Потом я начала есть несколько раз, и потом поняла, что нужно просто съесть в комфорте. Если ты захочешь второй раз есть, поешь. Не надо обжираться, чтобы все на один раз сожрать и больше не есть. Пойдем к буханой утвари. Что еще у нас? Борковский миксер. На тот время мы покупали его, он был типа самый крутой, но возможно он все еще самый крутой. Что я могу сказать? Я купила, значит, давно еще вот эту... Мульти-шеф, мне надо называться. Мульти-шеф. У меня в этом так разрекламировали, что я вообще не знаю, что он делает. Просто какое-то волшебное суше. По факту, я его сначала такая поиспользовала, что в первое время думала, да, реально, он такое вообще, он так готовит, он такое творит. Но по факту, просто для меня было в тот момент даже удивлением, что нужно было закинуть рис, уйти, и он останется горячим, и будет подогреваться на протяжении всего времени, пока тебя нет. То есть закинул, что он на 5 часов, вот за 5 часов стоит подогреватель. Но это в целом обычная нормальная функция, понимаете? Нормальная. То есть, типа, если тебя не пиздит муж, это обычная нормальная функция. Это не типа, что у меня такой охуенный муж, он меня даже не пиздит. Вот. Короче, такое сравнение. В итоге я поняла то, что обычные мультиварки и так далее, они реально лучше. Реально лучше, потому что у них больше как-то функций. У этой кучи всякой, короче, намудренная хрень, которая по факту ничем не лучше, чем обычная. Причем, что это даже не самая крутая, это средняя, есть еще лучше. Вот, не знаю, сколько она сейчас стоит, на тот момент стоила около сотки. У меня купили ее родители, и она просто у них стоит. Кофе-машина. Вот кофе-машина, несмотря на то, что она очень дорогая, она реально стоит своих денег. Я просто ее обожаю. Вот, солнышко. Вот, в общем, Милли Ван Лап. Ван Лап. После Милли уже ничего не хочется покупать. Вот, здесь у нас винный холодильник. Ну, как вы можете заметить, в винном холодильнике у нас хранится намного более важные продукты. Это альтернативное молоко, безлактозное и энергетики. Просто вот, ну, красиво. Типа, сочетается. Что еще? Что еще? Это, ну, это, по-моему, по-моему, это холодильничек. Здесь, как бы, все, как у людей. Что... Ну, я не знаю, что. Все, что надо, в целом, для жизни. А если чего-то не хватает, то это можно так сказать. Здесь я обожаю отвечать. Не знаю, вот ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Или... Ну, мне желательно, конечно, что бы написали в комментариях. Такое можно нравиться, когда цвет холодный у этого штата или теплый. Я искренне считаю, что с теплым цветом как-то намного более уютнее, красивее, как-то более слайкосно выглядит. Здесь, на самом деле, идет процент порт-бега. Эти свечечки кажется, что это настоящий огонь, но на самом деле нет. Это очень удобно, красиво. И, ну, включил, и они тебе хоть 10 лет светят. Что еще? Вот здесь Дед Мороз вот так выглядит, этот набор. Он только сегодня был куплен. Я думаю, что сегодня, через час он уже досубливается. Сценариев света вообще много. Я бы сказала, ты хрена. В общем, да, вот здесь у нас подсветка, и можно менять разные сигналы. когда он более тупо ярко-сильные сводки, на самом деле, в основном. Я люблю только есть ярким светом, потому что не буду, чтобы я видела, что в калерке они в темноте, где есть, где-то я в калеранной сижу, такая телевизорная ножка. Мне кажется, это очень стильно. Это просто, божественно. Отпланировался вообще другой телек. В итоге, этот телек как-то попал в эту квартиру, и как-то встал на эти ножки, и как-то оказался здесь. И в итоге, как родной вообще. Здесь это наше богатство. Ёлка наряжалась с огромным трепетом, с огромной любовью. Здесь игрушки и с детства, и сделаны своими руками. Ещё раз спасибо огромное и Елене за такой труд, за такой талант, вообще любовь, хвала, и все земла. В тот же год я её прямо в ПФХ собирала, наряжала, а в этом году, прямо так основательно, два дня. Сначала все эти гирлянды, а потом игрушечку. Каждой игрушечке выбирала место. То есть, ну, я это очень люблю. Для меня это как-то греть души, сразу окунать в своё детство в глубь себя. Мне очень нравится заниматься уютом вот этим всем процессом. Здесь у нас два оленёнка. Это, ну, я так думаю, мальчик и девочка. На самом деле, они одинаковые, но их можно так регулировать, что мальчик и девочка, большой маленький. Такая библиотека, очень красиво сделана, очень красиво выглядит. И мы таким своим уже видением, дизайнерским каким-то решением сделали эти гирлянды. Мне кажется, это выглядит очень круто. Как будто это, типа, изначально было так задумано. И нам кто-то это подсказал, но на самом деле, мы реально сами это своими словами для этого додумались. Иван на самом деле прямой. Но перед Новым годом этим гирлянду пару недель назад мы его просто разобрали, разъедини и сделали угловой. И это как будто создало новый виток в жизни. вообще менять, что-то там, делать какой-то change дома, перестановку. Это, ну, какое-то обновление дает и новое дыхание. То есть, какой-то новый процесс и вот эта рутина, бытовуха, она, хоп, и ты обновился, и хоп, у тебя уже другое настроение, другой настрой. И мы начали пользоваться телевизором. Он просто стоял выключенный постоянно. А сейчас есть какое-то чило, есть какая-то зона здесь посмотреть, спальню посмотреть. То есть, для того, чтобы посмотреть там классный телек, не обязательно идти в спальню. Вот. И, кстати, я забыла рассказать про телевизор спальни. Тоненький, безумный. Вот. И LG. Кстати, могу сказать, что мне LG сейчас телевизору нравится больше всех. Это самый долг. Потому что Samsung там какое-то ебаное меню отстойное. Sony просто какие-то миллионы-миллионов стоят. А LG, он не дешевый был. На тот момент, когда мы его покупали, еще было доллар, наверное, 50-60, он стоил 220. Он того стоит. Он очень крутой. Просто безумный, наверное, лучший телевизор в моей жизни. И LG самое охеренное удобное меню. Ты можешь в процессе просмотра нажать меню типа экрана и выбирать, листать и так далее. Короче, прям рекомендацион. Здесь у нас всякие бокальчики баклара. Всякие бокальчики. Стаканчики мозаика, свечки, лего. Да, опять же, это, кстати, даже мой брат. Что я могу сказать? Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Так мы украсим дом, так мы живем. Вот. Если у вас какие-то вопросы по дизайну, ремонту, по тому, кто этот дизайн создавал, мы обязательно поделимся своими контактами. Я желаю вам прекрасного дня. Спасибо за просмотр. Всего вам самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok